...навиал, что Леону Хордан на предварительном следствии объявил совершенно лишнее преступления, относящиеся к категории особо тяжких, иметь неснятую непогашенную судимость, в период следствия скрывался, в связи с чем был объявлен голос. Как тому, в этом предварительном следствии имеете достаточно истинно полагать, что оставаясь без свободы, то он может продолжить 20-й преступной деятельности, вскрыться от органов предварительного следствия суда, угрожать потерпевшим свидетелям или минимум, путем воспрепятствовать производству подзывов. При этом судом учитывается состояние здоровья Леонова, однако данное обстоятельство не является определяющими призрание меропрещения и заключением под стражу. В последствии части 1 ст. 97 ПК РФ, призрание меропрещения следует считать своевременным законом, обоснованным, если такая мера предоператива самовозможность заказания давления на потерпевших свидетеля в совершении нового преступления и беспрепятствовать производству поддела, а не пересекать уже осуществленные действия. Учитывая сложное избранное меропрещение, кроме заключения под стражу, в отношении Леонова, суд считает невозможным, так как имеется исключительное основание для принятия данного решения. Обстоять препятствующих, в том числе, в состоянии здоровья и содержания вне постражения установлены, кроме того, в случае необходимости медицинская помощь может быть оказана на условиях средствоизолятора или беспециализированного медицинского учреждения в Семен-России и в Саратовской области. На основании изложенного рукаута ст. 18 УПК РФ, суд постановил избрать Леонова Сергея Анатольевича 5 февраля 1960 года рождения угроженок изложенного рука в Красноярске в районе Саратовской области. Меропрещение и заключение под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 10 апреля 2019 года включительно, с помещением в саду 1 города Саратов. До встречи!